Здравствуйте! Время новостей на нашем телеканале. Снегу тут не место. Успеют ли бизнесмены прибраться и бояться ли штрафов? Залечь на дно. Рискуют ли жизнью дайверы, делая снимки подводного мира? Театральный взгляд. Смогут ли столичные режиссеры омолодить классику? И кому это нужно? Омских коммерсантов накажут за снег. На 36 бизнесменов советского округа уже составили административные протоколы. Действует ли такая мера на индивидуальных предпринимателей? Оценить обстановку в нефтянике отправились мои коллеги. Это площадь перед гипермаркетом по улице энтузиастов. Уже вычищенная. По словам сотрудника администрации советского округа Юрия Дмитриева, пару недель назад руководство магазина вывезло с парковки три снежных кучи. Заставили. Данному предприятию выдали уведомление о необходимости вывоза собранных в результате уборки прилегающей территории снежных масс. И вот в настоящее время данный хозяйствующий субъект полностью выполняет наше уведомление. Игнорировать дорого. Для индивидуальных предпринимателей первый штраф 5-7 тысяч рублей, второй в два раза больше. Сугробы здесь человеческий рост. Это гаражный кооператив, то есть юридическое лицо. И по закону его представители должны вывозить снег с территории в 10 метров. Но, как мы видим, снег и ныне там. Штрафом в 100 тысяч эту организацию, похоже, не напугать. Да и те, кому надо, сами вычищают себе проезд. Вы видели хоть раз, что побирали? Ну, пока нет. То есть за эту тиму вы ни разу не видели, что побирали снег? Я не видел. Ну, чистим сами. Рядом с гаражами СТО и шиномонтажки. На фоне других отсутствием сугробов ярко выделяется это. Видно, что от снега здесь избавляется. Работники вывозят снег с наших улиц. Это очень хорошо. И мы видим все это. Но мы стараемся, принимаем все свои усилия и своими силами стараемся как-то раскидать, чтобы не такие были бы большие сугробы при выезде из нашей территории, с нашего СТО. Как-то облагородить территорию прилегающую. Плохо, конечно, что другие там видим такие большие сугробы. У нас такого нет. Согласно правилам благоустройства, предприниматели должны очищать свою территорию сами. Однако не все организации беспокоятся о положительном имидже. Так, за два месяца этого года администрация советского округа отправила 1300 уведомлений с требованием вывести снег. Ксения Бесарапа, Андрей Кузьмин. Антенна 7. Подозрительную молочную продукцию обнаружили на омских прилавках. Речь о сыре Костромской. По сведениям сотрудников Роспотребнадзора, продукт может оказаться контрафактным. Где и при каких условиях он изготовлен достоверным неизвестно. К тому же продукт не соответствует требованиям по массовой доле жира и влаги. Покупать такой сыр сотрудники Роспотребнадзора не советуют. А при обнаружении в магазинах контрафакта просят обратиться в надзорное ведомство. Данная информация нам поступила из управления Роспотребнадзора по Костромской области. Они обнаружили при проверке в лечебном учреждении города Костромы сыр Костромской. На этикетке было написано, что производителем является общество с ограниченной ответственностью «Мастер сыр». В государственном реестре Росаккредитации данная декларация о соответствии принадлежит не данному предприятию, а совершенно другому хозяйствующему субъекту. И выдана эта декларация о соответствии совершенно на другой продукт. На сыр малыш. Действие декларации вообще закончилось в октябре 2017 года. А вот специалисты Россельхознадзора так и не смогли установить, откуда в Омск пришла африканская чума свиней. В течение прошлого года ведомство проводило проверки в районах. Выявлено 34 очага заражения. Личным подсобным хозяйством пришлось уничтожить 20,5 тысяч голов свиней. Людям выплачены компенсации из областного бюджета. Общая сумма более 200 миллионов рублей. Сейчас ситуация в регионе стабилизирована, однако это не значит, что АЧС не вернется. По словам главы Россельхознадзора, гарантий нет и быть не может. Мы бьем тревогу и стараемся проводить все мероприятия, которые направлены на предотвращение африканской чумы свиней за носа на территории Омской области. Это прежде всего работа по несанкционированной торговле. Это проверка крупных свиноводческих комплексов, проверка личных подсобных хозяйств, которые имеют свинопоголовье. Ну и, конечно, здесь все должны участвовать в этих процессах, чтобы не допустить ни в коем случае новые очаги африканской чумы свиней на территории Омской области. Ни в коем случае себя не успокаивать, что она не может зайти на территорию Омской области. Она может зайти, но если мы будем именно предпринимать все шаги, то мы не допустим этого. Спасти потребителей от некачественной продукции должен переход производителей на электронную ветеринарную сертификацию. С января этого года все продовольственные товары должны быть зарегистрированы в системе «Меркурий» – от личных подсобных хозяйств до крупных предприятий. Тему в течение прошлого года активно освещали мои коллеги Ксения Тойчкина и Анна Рыбина. В ведомстве отметили высокий профессионализм и объективность сюжетов. Сегодня авторов наградили благодарственными письмами и памятными подарками. В своих сюжетах мы отразили тему электронной сертификации животных «Меркурий». Мы говорили не только о позитивных моментах, которые она в себе несет, но и о каких-то недостатках, которые пока еще существуют. И стоит обратить на это внимание. Я так понимаю, что наши сюжеты будут основанием для совершенствования этой системы и внедрения ее для мячей с пользой. Роспотребнадзвор спустя две недели все-таки озвучил результаты проверки в лицее номер 29. Напомню, в редакцию «Антенны 7» обратились родители учеников. В учебном учреждении было подозрение на заражение скарлатиной. Это опасная инфекционная болезнь, которая дает серьезные осложнения на органы. Ее симптомы – боль в горле и сыпь. Для учеников 29 лицея вводили особый карантин на 10 дней. Пятиклассников пересаживали в другой кабинет, а в столовой выделяли отдельный стол. Но занятия для учеников продолжали. Версию заражения скарлатиной Роспотребнадзор тогда не подтвердил и не опроверг. И вот на пресс-конференции, посвященной иммунитету, ведомство все-таки озвучило результаты проверки. Подозрение на заражение скарлатиной было, но оно не подтвердилось. На пресс-конференции озвучили и свежие данные по ОРВИ и гриппу. За неделю в Омске заболели 11 тысяч человек. Из них 25 – гриппом. На частичный карантин закрыты 7 групп в детских садах и 61 класс в школах. Но ни одно учебное заведение целиком не прекратило работу. Ситуация в городе остается неэпидемической. В Роспотребнадзоре предполагают, что эпидемия гриппа в этом сезоне может пройти Омск стороной. Показатель заболеваемости в текущем году тоже у нас ниже, чем в прошлом году был. В целом по области на 15%. Если брать город Омск, то на 12%. В текущем эпидсезоне у нас впервые достигнут высокий уровень охвата прививками против гриппа населения области – 42,5%. В прошлом году мы имели 38,5%. До этого, еще в предыдущие годы, у нас этот показатель колебался на уровне 25-30%. То есть значительный прирост охвата прививками, он также повлиял, конечно, на активность циркуляции вирусов гриппа. Строить новые сады для самых маленьких омичей, бороться с поборами и учить финансовые грамотности. Ключевые задачи Департамента образования Омска сегодня назвала его новый руководитель Инна Елецкая. Инна Елецкая возглавила Департамент образования Омска месяц назад. Главной проблемой она назвала качество управления. Из 363 учреждений высокую оценку финансового менеджмента получил только лицей номер 54. Директоров школ, гимназий и лицеев всегда отличал особый набор компетенций. Инна Елецкая перечислила основные. Это и юридическая, и финансовая составляющая, и административная, и публичная. Поэтому в этом отношении, конечно же, прежде чем спрашивать руководителя, я предполагаю все-таки начать с обучения. Я хочу, чтобы мы нашим руководителям сначала сказали правила игры, по которым мы работаем. И потом, если эти правила не будут выполняться, соответственно, мы уже будем принимать управленческие решения. Журналисты обратили внимание на проблему поборов в школах. Инна Елецкая сообщила, что от Департамента образования требований сдавать деньги в обязательном порядке нет и быть не может. Сто процентно мы должны действовать в рамках правового поля. Никаких обязательств, никакого заставления, никаких фиксированных сумм. Это все должно решаться коллегиально, родительской общественностью. И они определяют, поучаствовать в каких моментах они могут в помощи в школе, а в каких не видят целесообразности. При этом директор департамента назвала задачу повысить качество образования. Расширить инфраструктуру помогут федеральные субсидии. На 1 миллиард рублей из Москвы в Омской области построят новые сады для самых маленьких хомячей. Мэрия подала заявку на 9 таких учреждений. Будем вести работу по охвату учреждений дошкольным образованием уже в возрастной категории от 2 месяцев до 3 лет. Вот именно участие в этом субсидировании и позволит нам решать эту проблему. Среди своих принципов Инна Елецкая назвала открытость и призвала по всем проблемам звонить на горячую линию департамента. Евгений Анифанов и Сергей Гаврилов. Антенна 7. Омячам предлагают взглянуть на школьную программу с современным взглядом. Речь о произведениях русской и зарубежной литературы. Свои эскизы представят молодые режиссеры. Семеро со всей России. Омских, кстати, среди ненех. В основном это столичные регионы. По задумке организаторов, классические произведения в их руках станут более интересны зрителю и приобретут вторую жизнь. Какие постановки классиков пройдут апгрейд, узнала Ксения Тойчкина. Мать, что глазами не увидит, то сердцем почувствует. Или жена тебя отводит от меня? Да нет, маменька. Текст. Текст пьесы Островского «Гроза» оригинальный. Герои тоже знакомые. Властная купчиха Кабаниха, безвольный Тихон и луч света в темном царстве Катерина. В современном эскизе это обычная девушка из нашего времени, которая попадает в ситуацию, описанную в 19 веке Островским. Своей актуальности произведение не утратила и сегодня, уверен режиссер Антон Маликов. Время прошло, а проблемы остались те же. Меняются только обстоятельства. Вместо купеческого дома – элитная квартира. Вместо обрыва над Волгой – крыша высотки или балкон. Те, кто читал, то, наверное, у них возникнет когнитивный диссонанс от того, что они увидят. Те, кто не читал, для них это будет какая-то совершенно другая, новая история. Но они в любом случае поймут историю Катерины, которая там происходит. Ее взаимоотношения с Кабанихой, ее взаимоотношения с Борисом, ее взаимоотношения с Варварой, ее взаимоотношения с Тихоном. Все это будет ясно. Помимо пьесы Островского, зритель сможет по-новому взглянуть на пьесу Грибоедова «Горе от ума» и «Женитьбу Гоголя», повесть Чехова «Дуэль», роман Целенджера «Над пропастью воржи» и «Приключения Оливера Твиста» Чарльза Диккенса. Именно эти произведения молодые режиссеры выбрали из школьной программы для переработки на современный лад. Это все иллюзии, что можно поставить, как написано. Мы уже не можем поймать то, как написано. У нас уже нет техзнаний, ассоциаций, того контекста, который был у Чехова, Островского, Шекспира, у кого угодно. Просто надеть в Чехове длинные платья и медленно говорить, и томно вздыхать, то это будет музейный театр, который является, может быть, частью какого-то культурного проведения времени, когда артисты скучают на сцене, а зритель скучает в зале. Современный подход к классике в этом году продемонстрируют семь молодых режиссеров. Это семь дополнительных спектаклей и десятки репетиций для актеров Пятого театра. Именно им предстоит воплотить задумки современников. Каждый месяц в этом театре, помимо его основной деятельности, а это три-четыре премьеры в сезон, происходит еще семь показов. Если вдруг из какого-то вырастает что-то художественное, тоже идет в работу и тоже выпускается. Надо артистов занимать, они семь дней утром-вечером репетируют, это останавливает процесс, теряет деньги от того, что отменяются спектакли. Это огромное количество, вообще несусветное. Мало того, все-таки этот театр не очень приспособлен, нет малого зала. На жертвы в руководство готово идти ради репертуара. Таким образом в нем могут появиться постановки, которые будут более интересны современному зрителю. Режиссеры представят им свои эскизы на классику без цензуры. Так, в прошлом году в программу театра попали три спектакля. В течение года на сцене пятого театра состоится семь спектаклей, в которых молодые режиссеры покажут современное видение классических произведений. И только зритель в итоге решит, какие из них войдут в постоянный репертуар театра. Ксения Тойчкина, Максим Мартынов, Антенна 7. Следующая новость – отсылка к произведению Гоголя. На выборах президента голосуют мертвые души. Председатель обл. избиркома Алексей Нестеренко признался, что на участие в выборах претендуют усопшие и даже двойники. Это те граждане, которые переехали и зарегистрировались по новому месту жительства, а по старому по-прежнему числятся. Решает такую проблему только по квартирный обход. Мы ходили и говорили, заходит человек в квартире, Марья Ивановна, вот у меня список избирателей по вашей квартире, вот у меня вот эти, открыли списки. Все нормально? Да, не нормально, потому что у меня вот такой-то сыночка или внучек уже в армию ушел, я уже забыл, где он, потому что он там женился, и Гайдамака тоже там живет, а до сих пор вот здесь. А бывают и грустные случаи, когда человек умер, а до сих пор в списках. Это Россия. И поэтому тут вот такая история, она, к сожалению, имеет место. Где-то этому делу нужно давать торжественного пинка. Алексей Нестеренко раскритиковал и беспорядок в городском хозяйстве, когда адресный фонд порой выдает ошибки. Напомню, выборы президента России пройдут 18 марта. На этот пост претендуют 8 кандидатов. Граждане могут проголосовать на любом избирательном участке. Для этого нужно написать заявление в многофункциональном центре, на сайте госуслуги или на самом избирательном участке. Таким правом уже воспользовались 15 с лишним тысячи мечей. Красногорский гидроузел может перейти в федеральную собственность. По крайней мере, об этом шла речь в Москве на встрече в Рио губернатора Омской области Александра Буркова и министра природных ресурсов и экологии России Сергеем Донским. Водные ресурсы находятся в федеральной компетенции. Как и стратегическая значимость данного объекта пояснил свою позицию Бурков. А на достройку гидроузла области нет денег. Изначально планировалось, что его строительство будет завершено к 300-летию Омска в августе 16-го. Гидроузел должен был решить проблему недостатка водных ресурсов в черте Омска, а также улучшение санитарного и экологического состояния реки. Не должно быть ни у кого иллюзий. Не построим мы за наш областной бюджет Красногорский гидроузел. Если мы говорим о введении объекта в эксплуатацию, то без участия федерального центра это не произойдет. Мое главное желание – отдать объект по назначению. В Синем море в белой пене погрузиться в атмосферу подводного мира предлагает музей просвещения. Фотовыставка расскажет о глубководных жителях. Чтобы их заснять, фотографы залегли на дно. Смотрим сюжет. Обняться с муреной, пожать щупальцу-осьминогу, целфануться с крокодилом или заставить строить губы – актинию. Чего только не делают фотографы-дайверы ради удачного кадра. Погружаясь на дно и знакомясь с местной фауной, они каждый раз рискуют жизнью. Такая работа. Челюсти, подумали бы, улыбка назвал автор. Константин Новиков подловил эту песчаную акулу в Южноафриканской республике. Несмотря на торчащие из пасти зубы и угрожающий вид, она абсолютно безопасна для человека и фотографа. Талантливый фотохудожник Константин Новиков – именитый российский фри-дайвер. Человек, который погружается под воду без баллонов с кислородом, а просто задерживает дыхание. В 2013-м он не дышал целых две минуты в географической точке Северного полюса и сам попал в объектив. Здесь видим иглы бы льда вокруг, и дайвер устанавливает такой рекорд. И при этом, естественно, фотограф опускается следом за ним. На выставке работают 50 фотографов из семи стран мира. Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Швеция, Германия, Индонезия, Таиланд. А мечей среди них нет. А нереальные по красоте снимки висят в музее просвещения только благодаря их сотрудничеству с Московским открытым фотоклубом. Куратору выставки даже посчастливилось лично общаться с некоторыми дайверами. Оказывается, нырять в Красном море для профессионала – моветон. В моде холодные воды, где красивые кадры – редкость. Ольга Каменская, один из известнейших наших фотографов-дайверов, любительница путешествовать именно по Северным морям, она как раз рассказывает о том, что вот это увлекательное занятие, погоня в Северном море за моделью, порой приводит к тому, что настолько увлекаешься, что забываешь о том, что у тебя всего 20 минут для съемки. Кислород может закончиться. Чтобы катастрофы не случилось, даже опытные дайверы стараются погружаться парой. С каждым годом число подводных фотографов растет. Глубина притягивает, как космос. Анна Рыбина, Юрий Дорошенко, Антенна 7. Авангард выиграл в Астане и вышел в плей-офф чемпионата России. Наши хоккеисты бодро начали матч с Борысом. И уже на четвертой минуте Кирилл Семенов открыл счет в матче. Белые барсы сумели быстро сравнять результат, затем вышли вперед. Иван Кучин точно бросил со средней дистанции. Ярослав Юдакимов развил успех. Авангард оказался в сложной ситуации, но ястребы сохранили настрой. В середине второго периода восстановили равновесие. Данил Файзулин замкнул отличную передачу Максима Чудинова. Кирилл Семенов реализовал большинство. Натиск, затем штурм Авангарда в третьем периоде матча. А мячи насели на ворота соперников. Наши хоккеисты вырвали победу. За полторы минуты до сирены главный тренер Авангарда Герман Титов выпустил шестого игрока. Усиление сработало. Семен Кошелев забросил победную шайбу 4-3. Наша команда вышла в плей-офф. Победа в основное время давала нам выход в плей-офф. Но за это видно, наверное, ребята были в первый период закреплечены. Не показывали той игры, которую мы хотели видеть. Поэтому и вот этот счет на табло был 1-3. В втором периоде вроде ребята собрались, стали лучше двигаться, стали лезть на ворота, сравняли счет. Ну и в конце нам уже терять было нечего. Победа в Ивентайме нам не давала. Мы пошли на риск, заменили ворота ряшистым полевым. И здесь удача перернулась нам лицо. Мы забили гол, который так нам нужен был. Авангард финишировал на седьмой строчке во Восточной конференции. В плей-офф сразится с Салаватом Юлаевым. Первый матч состоится 4 марта в Уфе. В других сериях Востока сыграют Акбарс и Амур, трактор-нефтехимик и автомобилист Металург. Решающий матч в чемпионате Омской флорбольной лиги. В финальном поединке сразились лучшие команды нынешнего сезона. Это мир хоккея и форвард. Репортаж Владимира Истомина. Быстрый гол, серия скоростных комбинаций, опасные броски со штрафных. Флорболисты команды Мир Хоккея мобильнее и изобретательнее на старте матча. Игроки команды Форвард ответили парой взрывных контратак и заставили соперников нарушить правила. Удаление, затем еще одно. Розыгрыш передачи, броски по разным углам. Игроки команды Мир Хоккея самоотверженно защищались и забили в равных составах. Дмитрий Брюханов бросил точно под планку. Получили 4 минуты меньшинства. Очень тяжело было. Но выстояли, потом в контратаке забили гол, повели 2-0. Обмен атаками. Мир Хоккея продолжал действовать через быстрые средние передачи. А игроки команды Форвард начали атаковать флангами. И новая тактика сразу принесла результат. Флорболисты в синих футболках перехватили инициативу. Со второй попытки реализовали большинство 2-1. Мы обычно через защитников разыгрываем. В одно касание. Дал пас. Забили гол. Фантастическое начало второго периода. Первый бросок. Михаил Викулов восстановил преимущество Мира Хоккея в 2 мяча. 3-1. Флорболисты команды Форвард нашли свою игру. Продолжали действовать в активном темповом стиле. Прессинг, кроссы за ворот, а передачи броски. На 28-й минуте Александр Трофимов сумел почти по прямой перевести мяч под бросок Никите Маслакову 3-2. Буквально следом Иван Пышный сравнял счет. Игроки в синих футболках продолжали атаковать. Получилось удержать мяч, сыграть более технично, вывести игрока на пустую зону под бросок и 2 гола. Решающие минуты матча. Еще один коварный бросок Ивана Пышного. Отличный момент у нападающего Мира Хоккея Михаила Викулова. Здорово сыграли вратари. Ничья 3-3. Победитель чемпионата определился в серии буллитов. Начало за игроками Мира Хоккея. Михаил Викулов забил. Вратарь Салатова Черных Михаил Кузнецов отразил бросок Александра Трофимова. Защитник форварда Сергей Степанов остановил равновесие и драма. Лидеры команды Мира Хоккея Арман Каркумбаев и Дмитрий Брюханов не забили. Нападающий командой форвард Никита Маслаков бросил точно под правую штангу. Принес победу своей команде. 4-3. Форвард чемпион Омской флорбольной лиги. Очень долго шли к этой победе. Не первый год трудимся, играем, хотели выиграть и все же получилось. Но не просто было. Победили в серии после матча выбросков. Удача была на нашей стороне. Получилось забить решающий бросок. Выиграли. Награждение победителей и призеров чемпионата состоится 4 марта. А затем сезон продолжится розыгрышем Кубка Омской флорбольной лиги. Владимир Истомин, Юрий Дорошенко. Антенна 7. И это все новости на сегодня. Желаю вам хороших выходных. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова